МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Красноярске", в прямом эфире новости ТВК. Здравствуйте, меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги готовы подвести информационные итоги этого понедельника, 4 апреля. И мы начинаем. В Красноярске провели обыск коттеджа министра строительства и ЖКХ края. Сегодня в 6-м часу вечера у частного дома Николая Глушкова были замечены сотрудники ФСБ и Следственного комитета по краю. Оба ведомства подтверждают факт оперативных действий, но что-либо комментировать считают преждевременно. Также сегодня же днем обыски проходили на рабочем месте Глушкова в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет про кабинет министра и рабочее место одного из его заместителей. По информации сразу из нескольких наших источников, эти мероприятия связаны с расследованием уголовного дела в отношении депутата Краевого парламента Владимира Седова. Напомню, его задержали в начале февраля по подозрению во взяточничестве и так называемом покровительстве застройщиков микрайона «Златоулочка». Срок его ареста был продлен до 3 мая. После задержания Седова глава Следственного комитета Края Игорь Напалков предположил, что депутат, в свою очередь, мог заручиться поддержкой в правительственных кругах. По данным наших источников в правоохранительных органах, сегодняшние оперативные мероприятия стали следствием ряда допросов Седова. Депутат якобы пытается всячески оказывать содействие следствию, сообщая детали схем покровительства в строительной сфере Края и таким образом якобы пытаясь сократить возможный срок своего заключения. Вместо деревьев высотки и офисные здания. Сегодня вечером в мэрии прошло первое открытое обсуждение проекта по изменению генерального плана города. Напомню, приняли генплан еще год назад, но вот теперь власти решили, что его пора менять. На слушаниях присутствовала и наша съемочная группа. Моя коллега Екатерина Му сейчас на связи со студией от городской администрации. Кать, много ли было пришедших и какое мнение высказывали красноярцы? Илья, на самом деле пришедших было очень много. Слушания начались в 6 часов вечера и они еще по-прежнему продолжают идти, но уже подходят к завершению. Людей пришло действительно очень много. Зарегистрировавшихся было только 210 человек. И еще, наверное, около сотни по взгляду в зал не смогли пройти, потому что мест не хватило. Конечно же, в самом начале люди начали возмущаться, почему администрация не смогла выбрать зал побольше. И вот пришедшие заполняли бланки с пожеланиями и замечаниями, не то чтобы на коленках, а буквально даже на лестнице. В самом начале обсуждения председатель комиссии, главный архитектор города Андрей Макаров извинился перед горожанами за такой тесный зал и признался то, что администрация не ожидала, что столько людей придет на сегодняшнее слушание. Также красноярцы вначале прочитали доклад, что такое генпланы, почему его необходимо менять. Показали территории, которые собираются также менять. И люди задавали много разных вопросов, касающихся застройки города. К примеру, почему разрешают строительство домов без парковок. Спрашивали про территорию на Пашином, появится ли там когда-нибудь сквер. Но я напомню, вообще из-за чего весь этот сыр-бор. Администрация города решила изменить генеральный план, который утвердили год назад. И там планируют внести 63 поправки. К примеру, в микрорайоне Белые Росы. На участке, где сейчас три старых барака, сначала хотели сделать сквер, а теперь здание, предположительно школу. На улице 2-й Смоленской, около онкоцентра, тоже решили ликвидировать зону рекреации. Кусок земли на берегу Енисея, между садом Крутовского и поселком Английский парк, планируют отдать под высотную застройку. Это всего лишь малая часть изменений. И сейчас я, давайте, у нас рядом с нами находятся люди, как раз таки, которые сегодня выступали на сегодняшних слушаниях. Арина Лобашевская, здравствуйте. Расскажите, что вас не устраивает в изменении генерального плана? Выражу мнение всех жителей Октябрьского района, живущих в частных домах, строящих свои собственные дома, о том, что почему мы не имеем права выбора, Почему нам пихают за стройку многоэтажную? При этом не учитываются интересы жителей, при этом не строятся дороги, не развивается инфраструктура, идет просто захват земли. Но вы получили ответ от администрации на сегодняшних слушаниях? Да. Завтра в 10.30 нам назначил встречу Андрей Юрьевич Макаров, главный архитектор, и который разъяснит, что будет с районом Октябрьский непосредственно. Микрорайон Озерный, микрорайон Чистый. Потому что возмущаются буквально все люди. Завтра мы узнаем. Но еще есть люди, которые их устраивает изменение генерального плана. Расскажите вот в двух словах. Мы вносили предложение, мы собирали подписи, у нас было собрано более 7 тысяч подписей, и по итогу наше предложение было услышано, и сейчас это изменение в генплан вносится. Вот. То есть, ну, как-то можно двигаться в данном направлении, можно получать результаты. Город готов, город открыт. Это радует. Ну, а сейчас давайте как раз-таки пообщаемся с представителем администрации. Максим Михайлович Зуевский, вы представитель горпроекта. Расскажите, какие блоки вообще планируете вы поменять? Внесение генерального плана предусматривается три основных направления. Это сохранение зеленого каркаса города Красноярска. По многочисленным обращениям жителей города Красноярска были направлены предложения в администрацию для внесения изменений в генеральный план. А именно убрать дорогу, как называется, гремячий лог. Мы их услышали и подготовили такое предложение. Еще пример могу привести – это улица Биатлонная, где действующим генеральным планом предусматривалось малоэтажное жилое строительство. На сегодняшний день было поступлено предложение поменять зону на рекреационную. Второй блок, достаточно очень большой, это переселение из ветхоаварийного жилья. Это, как улица Полтавская было сказано, там люди живут на сегодняшний день в многоэтажных домах, где нет ни душевых, туалета на улице, к сожалению, как это не приспорно. И для того, чтобы их переселить из ветхоаварийного жилья, нам необходимо внести в генеральный план. Можно прикручить? И третий момент – это обращение от общественных организаций, такие как Музей Сурикова, общественные организации ветеранов, инвалидов. Хорошо, спасибо за ваш ответ. Ну, а я напомню, что это были не единственные и не последние слушания. Проходить они будут до 30 апреля, и следующее состоится уже 11 апреля. Они будут проводиться в разных районах города, и вы сейчас этот список можете увидеть на своих экранах. Кроме этого, принимаются и письменные предложения, и замечания по проекту. Их можно направлять по адресу улица Карла Маркса, до 95 до 20 апреля. Ну, я отмечу, что окончательное решение об изменении генплана Красноярска по итогам публичных слушаний будут выносить депутаты городского совета и мэр города. Илья? Да, спасибо большое. Это была Екатерина Амут. Итоги публичных слушаний первого этапа уже сегодня в новостях ТВК в 23.00. И эту же тему там же и будем обсуждать. Вы сможете высказать свое мнение о генеральном плане, какую позицию вы поддерживаете, мнение жителей, например, Октябрьского района или мнение разработчиков, изменяя в генплан? Какие изменения лично вы хотели бы внести в генеральный план? А может быть, вы были сегодня на этих слушаниях и готовы поделиться своими впечатлениями? Включайте ТВК сегодня в 23.00. Ведущий Захар Письменных. Ну и к другим темам превратились в пепел. В пожаре в здании Минобороны могли пострадать архивные документы. Напомним, накануне огонь распространился на 3, 4 и 5 этажи столичного министерства. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. 200 сотрудников экстренных служб в течение 9 часов боролись с пожаром, которому присвоили наивысший уровень сложности. По данным портала фонтанка.ру, в здании хранились архивы Департамента имущественных отношений. А возглавляла его до 2012 года Евгения Васильева, осужденная за мошенничество в особо крупном размере. За продажу объектов Минобороны в мае прошлого года Васильеву приговорили к 5 годам лишения свободы, но уже в августе условно-то срочно освободили. И внимание водителей! С сегодняшнего дня в Красноярске ограничили движение по улице 2-я Брянская. Из-за сужения полос на спуске и подъеме от кольца затруднен проезд транспорта. Такое решение принято в связи с мерами безопасности при строительстве новой развязки по этой улице. Планируется, что неудобства для автомобилистов продлятся минимум до 1 июня. Отметим, что на улице Майерчика тоже ограничили проезд на 2 месяца. Участок длиной 130 метров от АЗС до Брянского кольца будет закрыт до 31 мая. Социальный оптимизм красноярцев проверят до конца лета за бюджетные средства. Администрация города заказала проведение трех социологических исследований. Нужно узнать мнение жителей об органах власти, о причинах коррупции, о платных парковках. Красноярцы смогут высказаться о социально-политической обстановке в России и городе, что и покажет уровень их социального оптимизма. Можно будет также назвать, кто, по вашему мнению, является основными коррупционерами и предложить методы борьбы с ними. Подрядчика, который проведет исследование, выберут 14 апреля. Заказчик должен организовать работу фокус-группы, состоящей из не менее чем 40 человек. Цена, которую администрация готова заплатить за контракт 420 тысяч рублей. В сентябре прошлого года, когда это исследование появилось на портале госзакупок, его цена составляла 135 тысяч. Ответим, что настроение россиян оценивал в прошлом году Финансовый университет при правительстве России. По шкале от минус 1 до 5 баллов Красноярский край занял 61-е из 71-го с результатом 0,5. Самыми печальными оказались жители Курганской, Омской и Новосибирской областей. Как красноярцы оценивают уровень жизни, мы решили узнать сегодня на улице. Вот что они говорили. Ну а у нас какие зарплаты большие? Нет? Ну у вас может быть, а у нас нет. То есть зарплатами они довольны? Ну да. А что-то еще может быть не устраивает? А так все нормально. Красноярск хороший город. Стабильности нету. У детей с работой, значит, проблемы. Вот это мне не нравится. А значит, вот то, что закрыто все, молодежь курит. Очень много хороших традиций появилось, понимаете, таких настоящих. Вот день города, хорошо. Всевозможные такие массовые праздники. Здорово. Нефть и доллары у нас дешевые, а мы зависим от них в определенной степени. Естественно, наполняемость бюджета, и, естественно, приходится поджимать пояса. Я работаю в энергетике, и у нас тоже непростая ситуация. Если заставить потребителей платить те тарифы, которые нам нужны, то будет ситуация достаточно сложная. Мы решили помочь городским властям и абсолютно бесплатно, без бюджетных 420 тысяч рублей. Мы сегодня спрашиваем у вас как раз об уровне вашего, об уровне, о социально-политической обстановке в городе Красноярске. Что вы думаете, насколько тяжело или просто вам жить? Что хорошего и что плохого происходит в Красноярске? А также можете высказаться по поводу коррупции. Это тоже один из вопросов того самого исследования, которое мэрия планирует провести. Звоните нам уже сейчас по телефону 265-45-00. Отправляйте смс-сообщение на номер 90-20 в начале ТВК, пробел и далее ваш текст. Обсудим эту тему примерно в 20.45. Через минуту рекламы в новостях ТВК. Два ребенка отравились в Красноярске наркотиками. Расскажем подробности, а также магазинов в Красноярске, где просроченный сыр обрезали и вновь упаковывали. А также кто не знает санпинов. Не переключайтесь. Это новости ТВК, и мы продолжаем. Зверское убийство целой семьи в Норильске. Молодую семейную пару и их трехлетнюю дочку нашли убитыми в собственной квартире. Они не вышли на связь после возвращения из отпуска, и их знакомая обратилась в полицию. После вскрытия двери в квартире стражи порядка обнаружили тела супругов и их дочери с колторезанными ранами. Чудесная семья, прекрасная дочка. Всегда жизнерадостные и позитивные люди, у которых просто не могло быть врагов. Именно так описывают погибших все, кто их знал. На трагедию уже отреагировал уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Он написал, дело чести для следствия и полиции изобличить и изловить зверя, уничтожившего целую семью с маленькой девочкой в Красноярском крае. А вот что сегодня новостям ТВК сообщили в следственном комитете. Следствие не исключает ни одной из версий, поэтому о какой-то глобальной сейчас говорить не приходится. Выехали сотрудники из Красноярска на помощь для раскрытия этого громкого убийства, поэтому будем информировать обо всех новостях. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией по делу, обращаться в полицию. И продолжая тему детей. Дети отравились наркотиками. Сегодня два младшеклассника из Октябрьского района попали в больницу с признаками наркотического отравления. Братья с 7 и 9 лет, по предварительным данным, остались без присмотра взрослых, нашли сверток с неизвестным веществом и решили его попробовать. Последствием их любознательности стала госпитализация в одной из красноярских больниц. В данный момент медики выясняют, какой именно наркотик употребляли дети. Как сообщается, семья, проживающая в собственном доме, ранее никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. В данный момент служба по делам несовершеннолетних проводит проверку. Суд над водителем микроавтобуса. В Балахтинском суде состоялось очередное заседание по делу Николая Усольцева. В июле прошлого года, управляя рейсовым микроавтобусом Кызыл-Красноярск, он выехал на встречную полосу движения. Из-за лобового столкновения погибли 11 человек вместе с водителем. Все они ехали в другом микроавтобусе по маршруту Лесосибирск-Шушенска. 10 июля объявили днем траура в крае. На допросе водитель сообщил, что выехал на встречную полосу случайно. Из-за дождя он не увидел дорожную разметку. Изменил ли он свои показания во время заседания, в Балахтинском суде пока не разглашают. Известно лишь, что из-за большого количества свидетелей и показания пришлось сделать перерыв и назначить следующее заседание на 18 апреля. Двое красноярцев уже пострадали от клещей. Об этом сегодня сообщили в Краевом центре гигиены и эпидемиологии. По словам обратившихся, один случай произошел вблизи зоопарка Роев Ручей, другой в селе Зыково в Березовском районе. Федеральный Роспотребнадзор предупреждал о раннем сезоне кровососущих. Так, на столбах первые клещи появились уже в конце марта. Чтобы избежать огромных очередей, как это было в прошлом году, в центре гигиены и эпидемиологии планируют запустить электронную очередь. То есть каждый пострадавший от укусок клеща сможет записаться на прием онлайн, а затем, не выходя из дома, узнать результаты своего обследования на сайте центра эпидемиологии. Система начнет работать уже в эту среду. Пытались выгнать с помощью наряда полиции и честно рассказывали, как периодически срезают плесень сыра, а хамон держали просроченным так долго, что в нем завелась жизнь. Все это крупные городские магазины продуктов. В Красноярске целую неделю работала съемочная группа телеканала «Пятница». Снимали выпуски программы «Магазинно», где ведущий проверяет качество торговли и обслуживания. Выпуск выйдет в федеральный эфир уже в конце мая, в обычное для программы время, а Екатерина Кошучик прямо сейчас расскажет и покажет, кто уже точно не прошел проверку. Смотрим. На полу сегодняшняя курица на прилавке с трехмесячным душком. И это, если коротко о том, чем угощали москвичей за красноярскими прилавками. Что ревизоры едут к нам, ни один продавец не знал. Так же тщательно, как список городов, скрываются и точки, которые на прицеле у редакции. Из подсмотренного в Инстаграме ясно, магазин опрошелся по самым популярным местам. Вот проверка ругает продавцов в аллее. Вот досталось персоналу магазина «Роса». А это уже кадры из командора на Дубровинского. Вот Александр Молочко проверяет супермаркет «Бикси» и «Мебельный командор». Напоследок павильон без бренда в торговом центре Черемушки. Между этим еще несколько магазинов и рынок. Кстати, эксклюзивно для новостей ТВК проверку прошел один этот рынок. Какой именно, узнаем, когда программа выйдет в эфир. Пока еще несколько подробностей. Вчера мне сказали очень интересную фразу. Я говорю, так этот сыр, получается, испорчен. Она говорит, ну тогда мне всю витрину надо выбрасывать. Так, так, значит, заплесневел, нужно срезать. Я дома так делаю. Обрезала. Ну, все, упаковала. Нормально. А потом срезы у них лежат эти в холодильнике. Прямо так, оп, весь дом берешь сразу. Три пакета. Селедка была просрочена 23 марта. То есть неделю назад. И они просто берут из этой бочки, докладывают в ту, где нормальность срок годности. Бах, бах, бах. И они попытались ее увезти тележку. Я побежал, догнал, посмотрел. Да, действительно. То есть если что-то менять, то делается это не так. То есть вот этого ничего не делается. Потому что каждому человеку мы не представим там соответствующих вот таких вот специалистов. И ситуация не поменяется. После того, как магазин этого предпринимателя силой закрыли на санобработку, у доброй половины остальных появилась резкая потребность в учете. На весь центр остался работать едва ли не один прилавок с продуктами. Почему-то я даже не хотела закрываться. Как-то мне это... Ну, как-то бы это было не очень. Как будто бы все что-то ты скрываешь как-то, да. И, значит, у тебя все плохо, да. То есть я все равно хочу, чтобы как бы это мое дело, да. Я хочу, чтобы у меня требование было чисто. Ну, в сферу всего вот так. Смотри, вот сверху видно, что пыль, да. А изнутри? Изнутри чисто. Вижу, что убирают в холодильнике. Честно. Результаты этой проверки появятся в эфире уже примерно через полтора месяца. Но так бы хотелось, чтобы все это время каждый продавец работал так, как будто знает, что от проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучик, Николай Чистяков, Новости ТВК. От проверки никто не уйдет – это слоган другого, другой проверки, которая проходит каждую неделю в новостях ТВК в среду. Так что не пропустите. И к другим темам. Сегодня вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с публикацией самого масштабного журналистского расследования в истории. Речет об офшорных счетах и компаниях первых лиц сразу нескольких государств, в том числе России. Песков заявил, что Кремль разочарован качеством расследования, а достоверность фактов вызывает сомнения. Так называемый Панамский архив, просочившийся в СМИ – основная тема последних суток во всем мире. Накануне немецкое издание опубликовало схему, как по меньшей мере 12 политических деятелей и 128 персон, в том числе мировых звезд, уходили от налогов. Теневая цепочка, описанная в расследовании, тянется от Панамы на Кипр и основана на документах компании Мосен Фонсека, которая вела юридическое сопровождение бизнесменов и политиков. РБК сообщает, цитата, «В докладе Международного консорциума журналистских расследований утверждается, что люди из близкого окружения президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере 2 миллиарда долларов». Конец цитаты. РБК упоминает фамилии предпринимателя Аркадия и Бориса Рытенберга в связке с производством КамАЗов. Также фигурирует бизнесмен Юрий Ковальчук, что по данным издательства перевел миллиард долларов в специальную созданную компанию. Также пресс-секретарию президента Дмитрию Пескову сегодня пришлось опровергать информацию по поводу существования офшоров у его супруги Татьяны Навки. Я напомню, что сегодня в 20.45 помогаем городским властям сэкономить. Мэрия объявила конкурс на 420 тысяч рублей для проведения социологического исследования по определению уровня социального напряжения и социальной благополучия красноярцев. Вот мы и спрашиваем вас сегодня, а как ваше социальное и политическое самочувствие в нашем городе? Что вам нравится, что происходит в городе, а что нет? Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00, отправляйте смс-сообщение на номер 90-20 в начале ТВК, пробелы, далее ваш текст. Эту тему обсудим примерно в 20.45. Ну а через 2 минуты, 17 секунд рекламы в новостях ТВК, прогнозы синоптика на предстоящую неделю, почему автомобили лучше еще не перебывать, а также внутрипартийные дебаты. Единая Россия выбирает лучших. Посмотрим. Не переключайтесь. Да, я еще раз напомню, что сегодня в прямом эфире ночных новостей в 23.00 Захаром Письменных гости и эксперты обсудят в том числе генеральный план Красноярска. Мы продолжаем. Партия Единая Россия определит лидеров общественного мнения, прежде чем сформировать списки кандидатов на парламентские выборы. Для этого в Красноярске, как и в целом по стране, уже началась процедура дебатов, где потенциальные участники выборов будут дискутировать на злободневные темы. Подробности в материале далее. Граждане нашей страны должны быть и граждане нашего края жители. Образованный, здоровый, социально защищенный и патриот нашей Родины. Сирию дебатов в Красноярске открывают опытные краевые политики. Министр экономического развития Виктор Зубарев, два депутата Заксобрания Юрий Швыткин и Вера Оськина и их коллеги из Государственной Думы Раиса Кармазина, Петр Пимашков и Михаил Яшин. У каждого есть две минуты на презентацию одна тема. Сегодня это сбережение нации стремление попасть на парламентские выборы и возможность ответить на вопросы из зрительского зала. Мы видим, что в обществе нарастает агрессия. Психологи бьют тревогу. Как вы считаете, когда и что нужно сделать для того, чтобы в школы вернулось воспитание? Материнский капитал. Программа заканчивается в 2018 году. Как вы видите, стоит ли продолжать? Подобные обсуждения пройдут во всех крупных городах, краях и в стране в целом. И можно считать, что с дебатов начинается избирательная кампания «Единой России». Ведь кандидаты, что пойдут на выборы в Госдуму, должны уметь дискутировать с оппонентами и отстаивать интерес региона. В этой тяжелейшей экономической и финансовой ситуации, в которой находится страна, мы должны поддержать прежде всего ветеранов наших, пенсионеров, учителей, врачей, людей с ограниченными возможностями. Это для нас приоритет. Насколько убедительно окажутся участники дискуссионных площадок, покажет предварительное голосование. Оно состоится 22 мая, когда на территории края откроют больше 400 участков и куда пригласят избирателей. Так, партийным предварительным голосованием единороссы хотят определить народных лидеров, чтобы затем из их числа составить рейтинг потенциальных кандидатов, что представит Красноярский край на выборах в Госдуме в сентябре. Юлия Мавшуч, Станислав Салтыков, Андрей Сенченко. Новости ТВК. О том, зачем будущим депутатам нужен предварительный день голосования и какое количество красноярцев смогут принять избирательные участки 22 мая, узнаете сегодня в 20.30. В эфире программы «После новостей». Ждем федерального уполномоченного от «Единой России». И к другим темам. Дышать чистым воздухом и платить за электричество меньше, чем сейчас. Международная делегация экспертов из Азиатско-Тихоокеанского центра исследований энергетики приехала в наш город, чтобы оценить, возможно ли это в городах с холодным климатом. Что они узнали, узнаем прямо сейчас. Низкоуглеродный город. Чтобы понять, может ли Красноярск стать таким и что для этого нужно сделать, эксперты из Японии, Китая, Вьетнама, Австралии и Таиланда приехали на стройплощадку жилого района. Сейчас идет довольно быстрая урбанизация. И мы представляем модель низкоуглеродного города, который позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и, соответственно, применять способы энергосбережения возобновляемых ресурсов. Специалисты рассказали, как в нашем климате можно использовать технологии энергосбережения. Затем осмотрели дома снаружи и внутри и дали первичную оценку стройки. Что касается зданий, то они имеют наибольшую ценность в этом проекте, потому что 30% энергии забирается именно самими зданиями. Поэтому те технологии, которые используются для отопления и охлаждения зданий и квартир, они как раз помогут прийти к этому низкоуглеродному городу. Теплоизоляционные системы очень хорошие. Они очень внимательно относятся к формированию полов, потолков и так далее. Но одной технической инженерной начинки недостаточно, отметили эксперты. Важно, готовы ли будущие жители этих домов выключать батареи, если на улице тепло, выключать свет в пустых комнатах. Есть и еще один нюанс. Во сколько конечному потребителю обойдется обслуживание такого жилья и не станет ли он платить за коммунальные услуги больше? Об этом регулярно меня спрашивают. Конечно, нет, не будет. Мы, наоборот, пытаемся сделать так, чтобы каждый конкретный житель имел возможность экономить. Сдача первого дома запланирована уже этой осенью. А сам проект Преображенского признан флагманским на уровне России. В том числе, потому что здесь внедряются технологии умного города. Оксана Плотникова, Валентин Тропин, Новости ТВК. Прямо сейчас, как сообщают в социальных сетях, серьезный пожар на острове Татышев. Об этом сообщают красноярцы, выкладывая в том числе и видео. Вы сейчас видите видео, снятое пользователем Андреем Павловым. Это территория Татышев 15, точнее 17 минут назад. Что там происходит? Насколько серьезный пожар? Мы постараемся рассказать уже в 20.45 в следующем блоке новостей ТВК. Ну а пока продолжаем. Переобуваться не советую. Дорожные полицейские просят красноярцев повременить замену зимней резины. Слишком переменчивая погода. Уже сегодня вечером в Красноярске существенно похолодало. Подул холодный ветер. Что нас ожидает на этой неделе? Прямо сейчас узнаем у Ивана Гордеева. Он находится на крыше телекомпании. Иван, ну вот ветер подул, стало холодно. Но в целом апрель, вот эта вторая неделя апреля, насколько будет прохладной или теплой? Добрый вечер. В целом первая декада апреля, она будет характеризоваться повышенным температурным фоном. А вот эти всплески, похолодания, они будут так-то в принципе по амплитуде незначительны. Ну а период с теплой погодой действительно был коротким. Уже сейчас с севера на нашу территорию спускается активная фронтальная зона. Чаревата этот нам кратковременным затоком холодных воздушных масс. Арктический холодный фронт будет проходить над городом уже с сегодняшнего вечера в течение ночи и завтрашнего дня. Сопровождаться он будет неопасным усилением северо-западного ветра, кратковременным дождями, переходящим мокрый снег и похолоданием. Сегодня ночью ожидается еще чуть выше нуля. Завтра днем прогрев будет небольшой до плюс шести. Со среды по четверг в холодной воздушной массе сформируется небольшой антициклон. Ветер ослабнет, сменится на юго-восточный. Температурный режим ожидается, облачность рассеется, осадки прекратятся. И вот по температурному режиму как раз стоит сдать неожиданности. В ночные часы в связи с прояснением могут наблюдаться и отрицательные значения температуры. Но в дневное время в среду прогрев до плюс семи. А четверг и вовсе ожидается самым теплым днем на неделе до плюс одиннадцати. И это только в тени. С пятницы наша территория попадает в переднюю часть активного западного циклона. Температура воздуха начнет повышаться. Есть вероятность кратковременных дождей. Время от времени будет идти дождь. В ночные часы от плюс двух до плюс четырех в городе вплоть до конца недели. Ну а в дневные часы преимущественно до плюс восьми, плюс девяти градусов. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Мы продолжаем информационное вещание. Возвращаемся к той новости, о которой говорили в завершении выпуска новостей ТВК про пожар на острове Татышев. Так вот, по данным на эту минуту, на острове Татышев сейчас горит сухая трава. Эти кадры выложили в сеть очевидцы. Андрей Павлов полчаса назад. По данным МЧС, огонь охватил 800 квадратных метров. С пожаром борются две единицы спецтехники. И по данным оперативных служб, угрозы распространения пламени нет. Новости ТВК будут следить за развитием событий. Когда удастся потушить пожар и удастся ли, сообщим об этом в прямом эфире ночных новостей ТВК сегодня в 23.00. Ну а прямо сейчас переходим к той теме, которую мы анонсировали в нашем выпуске. Сегодня хотим узнать про ваше социальное и политическое самочувствие. Напомню, что мэрия города планирует провести исследование и заплатит за это 420 тысяч рублей. Так вот, мы решили мэрии помочь. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, слушаем ваше мнение, конечно. Да, хорошо. В городе я проживаю уже 70 лет. Жил в коммунистические ремена. Помню, что мы даже дома на замке не закрывали. Вот так и жили потихонечку. Дружненько, бедненько. Сейчас настолько много в городе развелось воров разного уровня, что даже за украденные деньги у государства и у людей. Люди не несут совершенно никакой ответственности по заслугам, конечно. В 33-м году моего деда посадили на 10 лет за то, что он купил три мешка пшеницы. А сегодня, на 70-м уже году жизни, у меня чеченец один сказал, что я тебе отрежу голову. И это он, я услышал в Сибири, не в Чечне, а в Сибири. Я не хочу сказать ничего плохого про ГУВА Сайкиева. Это ему не относится. Это совсем другой человек. Но все за данным типом, которые здесь у нас в Сибири начали появляться, с такими речами. Понимаете, речь-то в Сибири идет. Давайте осторожно. Мы едут в Москву. Извините, пожалуйста, но давайте мы будем помнить, что Россия многонациональная страна. И представители Чечни тоже граждане России, которые могут находиться здесь, в Сибири. Никаких ограничений здесь нет. Есть другая тема, но про то, что раньше было безопасно, а сейчас нет, тоже это мнение услышали. И про коррупцию тоже. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Могу. Да, да. Да, говорите, пожалуйста. Слушаем ваше мнение. Так, я уже говорила. Это я просто говорила вот по поводу пенсии, которую я получаю, в марте я получила, вот четвертого числа я получаю, в марте я получила, значит, по социальным, вместе с социальными 16 496, а сегодня я получаю 16 683. То есть на 187 рублей меньше. Чем это объясните? Ну, так как я сегодня получала, я еще не успела звонить. Вот, но каждый раз изменяется социальность. Чем это связано, мы не знаем. Смотрите, пожалуйста, ну а в целом, размер вашей пенсии вас устраивает? На что хватает? На что хватает? Господи, на что хватает? Самое минимальное на что хватает? 16 отдашь за квартиру, за телефон, за свет. На что еще хватает? Капитальный ремонт. Вот. А на что там хватит? Да хватит только на минимальный прожиточный минимум. И все, ни театр, ни кино, ничего, естественно, это. Хотя, в общем-то, как говорится, 50 лет педагогической работы. Спасибо большое за ваш звонок. И это тоже уровень пенсии также определяет то самое социальное самочувствие красноярцев. Понятно, что размер пенсии зависит не от городских властей, но, тем не менее, это тоже один из тех пунктов, на которые определяет то самое социальное самочувствие нашего населения. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Слушаем ваше мнение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже живу в Сноярске уже давно, практически всю свою взрослую жизнь. И хотела сказать, что полное ощущение того, что у нас преступное государство, преступное правительство в стране и в городе, полная безнаказанность чиновников, полная незаинтересованность в личных нуждах и личных вообще граждан, жителей города. И управляющие компании, и дороги, и парковки. Все как будто против людей. Вот смотрите, платные парковки. Их же это нормальная идея, это нормальный проект, который существует в нормальных цивилизованных городах. Во что не устраивает сам факт, что за парковку в центре нужно платить, или то, как этот проект реализован? Во-первых, как он реализован. А во-вторых, у нас не такие доходы, как в Москве, которые... москвичи, которые могут платить за эти парковки. Но у нас и цена парковки все же ниже, чем в Москве, надо признать. Я не знаю, но наш ум настолько низок, что, мне кажется, их сравнивать не стоит. Что ж, спасибо большое за ваше мнение. Вот тоже уже абсолютно городская тема, тема городских парковок. И в целом проговорили про власть. Это тоже один из таких диагнозов нашему сегодняшнему времени и нашей жизни в Красноярске. Прямо сейчас блок полезной информации. Мы продолжим. Ну и есть какая-то смс-сообщение, то, что город очень грязный, не секрет, но его еще не убирают, так как положено. Если метут или машина уборочная, пыль с толбом, все вокруг в кубах пыли. Или еще одно. Медики, врачи 23 тысячи рублей, медсестры 15. Мы выживаем. Оптимизма и будущего никакого. Надо еще детей растить. Какие они будут, когда семья перебивается с копейки на копейку. Или заключительное. Самое отвратительное в нашем городе это киоски, транспорт и грязные дороги и улицы. Нет коммунального хозяйства. Вот такие оценки от наших зрителей. А на сегодня это все. Служба информации телекомпании ТВК продолжает следить за развитием событий. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tbk6.ru. Итоги дня в 23.00. В прямом эфире подведет мой коллега Захар Письменных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин